Привет! Новые тренды появились в связи с санкциями, в связи с изменением логистики. И самый интересный тренд, на мой взгляд, это Владивосток, Восточный. Весь Китай, в общем-то, устремился туда, до что там Китай, даже Индия, Пакистан, многие страны отправляют грузы во Владивосток, Восточный, для того, чтобы дальше по железке отправляли в Москву, в Екатеринбург и в Питер. И вот этот огромный спрос привел к тому, что цены начали расти очень прилично. То есть начиналось там с 500 долларов за сороковку из Китая до Владивостока. И, ну, наверное, на пике это было десятка, 11 тысяч долларов за сороковку. Но проблема заключалась в том, что порожника было мало. Пришло очень много морских линий, которые, в общем-то, ну, не совсем приспособлены к перевозке контейнеров, у которых маленький контейнерный парк. Соответственно, все устремились туда, но не у всех оказалось достаточное количество порожника. И тогда китайцы придумали хорошую штуку, которая, на самом деле, мне очень сильно понравилась. Они начали использовать так называемый one-way контейнер, ну, или контейнер, который они покупают у производителя, то есть заказывают новый контейнер, грузят в него российские товары и везут до России. И там его продают, пытаются продать. Так как ставка фрахта значительно дороже стоимости производства контейнера, то, в общем-то, идея мне нравилась. И сейчас очень большое количество предложений новых контейнеров китайского производства. Вот, например, как у вас перед глазами. Они продают по цене, ну, двадцатка за три тысячи, сороковка за три девятьсот. Это вот конкретно это предложение. Но можно найти и дешевле. Причем контейнер уже таможенно очищенный. Он пришел вместе с грузом, как оборотная тара. И склад этих контейнеров находится в Питере, в Москве, либо в Екатеринбурге. Но тут тренд немножечко поменялся. И теперь контейнеров стало слишком много, их очень сложно продать в Питере, в Екатеринбурге и в Москве. Потому что столько контейнеров в России просто не нужны. Соответственно, цена на контейнер, который предлагается после перевозки, начинает падать. И для того, чтобы компенсировать убытки, соответственно, что? Начинает расти сама перевозка. Поэтому мы, наверное, дно по перевозке видели, наверное, вот в августе. В июле, в августе это было около трех тысяч за сороковку из Китая до Владивостока. Сейчас начинает расти, наконец, в сентября уже ставка 400-400-500. При этом стоимость продажи контейнера, который прошел только всего один путь, нового контейнера в России, начинает падать. Я думаю, что уже в конце сентября мы увидим цены за новый контейнер на уровне 2-3 тысячи долларов. Вот такая вот интересная ситуация, интересная новость. Берегите себя.